привет мои друзья 11 апреля и не удивляйтесь мои каптусы я уже вынесла на улицу потому что у нас больше двух недель уже отличная погода 7 плюс 5 а днем так вообще плюс 15 плюс 18 20 и больше было ну как можно было оставить свои растения в темном мрачном подвале темном я утрирую конечно там подсветка есть но все равно не сравнится подвал с уличным солнышком с движением воздуха с влажностью той что им нужно и конечно я вынесла растения на волю вынесла выставила их сюда но конечно смотрю внимательно смотрю за погодой слежу обязательно если вдруг какие-то заморозки или перепады сейчас пока я сижу дома без работы я могу сразу их занести обратно в подвал ну а пока что они наслаждаются у меня солнышком наслаждаются ветром свежим воздухом а на ночь когда понижается температура я укрываю их спонбондом на всякий случай и они у меня здесь неделю не меньше говорится ну и в принципе все с ними хорошо я даже рискнула их немного полить и они уже все-таки оживали просыпались от зимней спячки выпускали бутончики радовали меня кто чем сможет да вынесла я основную часть своих растений конечно некоторые еще пока что остаются в подвале главное их мне не забыть как у меня был случай я рассказывала вам историю как я забыла кактус в подвале на два года несмотря на это он прекрасно себя чувствовал наконец про него вспомнила вытащила и пересадила даже зацепил так что да у меня там остались крупные опунции которые нужно еще подумать куда поставить потому что самая проблема всех цветоводов увлеченных это недостаток места как всегда места не хватает поэтому приходится подумать куда еще засунуть растения агавки тоже на улице тоже они вышли на солнышко но у нас как раз погода сейчас такая знаете не сильно солнечная у нас такие облачка небольшая облачность и как раз им хорошо когда яркое солнце я конечно первое время их укрывала прикиночной сеткой обязательно чтобы они не получили ожоги потому что красивые ожоги на листьях они очень долго срастаются очень долго их видно и как бы растение имеет плачевный вид и конечно в коллекции это нехорошо когда коллекционное растение имеет замученный потрепанный вид как раз самое то хорошая весенняя погодка на мамиляре пролиферии уже даже видны бутончики ягодки с прошлого года сохранились и бутончики она наверное первая будет у меня цвести мои красавчики феррокактусы тоже прекрасно себя чувствуют хорошо перезимовали все с ними хорошо кроме одного один меня напрягает и я позже его покажу а это феррокактус глауцестенс такой с голубоватым тельцем золотистыми колючками очень нарядный товарищ я его люблю я вырастила его из семян и из покупной вот этих пачечек с семенами которые забавная смесь либо как-то по-другому называются вот один такой попался мне семечко такого кактуса и вот он такой уже вырос он уже большой сколько ему лет я сейчас точно не скажу но больше семи уже вот такой такой феррик ну и остальные тоже есть у меня конечно и магазины есть и которые я вырастила из семян магазины эти эхиноциреусы тоже из семян выросли все хочу заменить им грунт но пока что только один из них пересадила в больший горшок здесь уже грунт такой уплотнившийся они давно в нем растут надо поменять грунт а вот это тот кому достался хороший горшок хорошим грунтом я вам сразу надавал кучу деток будет большой и шикарный куст этот эхиноциреус как и те которые предыдущие тоже выросли у меня из семян ну конечно весна аппарат цветения посмотрите как красиво цветет ирга увлеклась я тоже этой культурой наравне с жимолостью и голубикой витаминная ягода кто из них вкуснее на к у кого свой вкус на свой вкус кому-то нравится больше голубика кто-то в восторге от жимолости говорит что конкурентка голубики это ирга ну будем смотреть как и дальше покажет пока что мне больше понравилось конечно голубика исходя из тех ягод которые пробовала я сама вырастив на своем саду и огороде дальше посмотрим что будет дальше вот друзья какая у меня радость еще смотрите я дождалась наконец-таки бутончика бутончика знаете на ком это азимина трилоба уже многие садоводы знают и выращивают это растение у себя садах в огородах очень неприхотливая девца его не надо укрывать она не боится морозов можно конечно купить привитое растение уже заявленными сортовыми свойствами но мне было интересно вообще как она будет у меня расти этому деревцу уже больше 13 лет оно не привитое и вот я дождалась первых бутончиков она сразу выдала несколько бутончиков они все разного размера сейчас пытаюсь найти где тут еще один был так вот это еще зачаточном состоянии маленький-маленький кругленький пупырышек где-то был еще а вон еще и вот еще и вон еще ну в общем надеюсь что что-то получится я попробую попробую плоды этого деревца этот чудо фрукт сколько всего интересного я про него читала в интернете ну вообще просто просто панацея от всех болезней молодильные яблоки и так далее так что будем надеяться что у меня переопыляться деревья этих деревьев у меня здесь три сидят цветы пока что бутончики показали только два ну будем надеяться что не как-то переопыляться и что-то из этого получится а вот что у меня за чудо то мои видео смотрит давно я показывала уже это растение это дракункулюс вульгарис дракон цветок вот такое растение семейство ароидных клубневое ароидное растение у меня она растет прямо в грунте я не заношу его не в подвал не домой никуда она так у меня и растет никак я его не укрываю никак я его не утепляю она просто уходит спячку после цветения а весной просыпается и растет снова цветет очень красивым большим но страшно вонючим цветком друзья кому интересно полистайте мои видео посмотрите как он цветет он вырастает выше меня ростом и ароматит ну зависит конечно от погоды но у меня много раз спрашивали от него деток и он не давал ни разу мне деток ни разу кроме этого года а теперь тадам у нас две детки есть вот они две деточки смотрите одна чуть поменьше одна уже чуть побольше вот такая вот не было не было ничего потом раз и сразу две так что кто-то кто интересуется такими экзотическими растениями только я вам хочу сразу сказать что учитывайте вашу погоду потому что у нас ставрополь у нас теплее все-таки может где-то других регионах потребуется его заносить в дом а на юге россии можно не укрывать никак так что будут на продажу две деточки в общем вот такая вот у меня красота вот такой у него красивый ствол вот такого красивого цвета пестрого красивый цветок но экзотика просто экзотика и листья сами вот такие пестрые с полосочками дракункулюс вульгарис да друзья весна пора чудес пора цветения пора чего-то нового что-то новое вырастает что-то старое радует цветами жимолость у меня уже практически отцвела эти кусты я говорила я оставила посмотрю последний год я и даю им шанс показать себя с лучшей стороны потом все пойдут с костер так что кто смотрел мои видео про жимолость тот знает о чем я говорю что жимолость который я понакупила в разных местах оказалась просто каким-то нехорошим невкусным пересортом ну шанс даю последний вот кто еще остался у меня в подвале друзья конечно это эпифилумы их выставлять на улицу еще рановато ветер там сильно бьет надо сетку при я ночную придумать беседки для них они конечно уже вовсю бутонятся уже бутончики на многих из них вот какая красота многие будут вести меня первый раз будем вместе с вами смотреть наблюдать за их цветением перезимовали принципе неплохо единственно что мне понравился вот этот вот сорт этот сорт называется lemon lemon lime по моему называется он почему-то вот такими вот пошел какими-то пятнышками не знаю что это это какой-то грибок либо это зимовка на нем так сказалось но только на нем почему-то такое пошло у остальных как бы листики хорошие здоровые все в порядке никаких на них нету а вот на светлом сорте на том вот есть почему-то вот такая вот как будто какое-то опробковение не знаю с чем это связано вот заболел ножка а вот сколько бутонов выдал эпифилум кренатом посмотрите чуть ли не из каждой пазухи бутон не знаю сможет он все выносить не скинет ничего потому что у меня эпифилумы было такое что и скидывали бутоны не хватало сил наверное и бутончики скидывались но сколько сможет столько сможет пока что я рада тому что на нем столько бутонов ну вот так друзья показала вам сегодня небольшой обзор своей коллекции конечно не всех растений что смогла сегодня показала следующих видео по цитрусовом покажу что и как с ними как перезимовали как себя чувствуют какие сорта я себе оставила какие убрала да есть такие сорта который я убрала из коллекции расскажу почему и как но пока пока всем пока пока хорошего весеннего настроения вам друзья